Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, и сегодня мы поговорим о чем. Это информационное сообщение. Мы поговорим с вами прежде всего о том, что, знаете, я был, конечно, очень приятно, удивлён и даже поражён тем количеством ваших поздравлений, ваших пожеланий. Но у меня просто обрушилась лавина тепла и доброты вашей. И я не смог, конечно, каждому ответить, поэтому я говорю сейчас всем, кто написал хотя бы пару строк, да даже стихи были, и кто-то хотел со мной выпить в этот день. То есть это очень, очень и очень приятно. Спасибо вам, ребята, огромное. Я не знаю, в жизни у меня было такое количество ещё? Наверное, нет. Наверное, нет. Потому что родственников у меня мало, друзей ещё меньше. Вот. Но коллег и моих друзей по нашему каналу оказывается мне очень много. И это очень приятно. Я вкратце скажу, что замечательно прошли мои эти дни, пока я с вами не был. Не за то, что я с вами не был, да. А из-за того, что ко мне приехал мой сын, внучка, вы видели, мы там делали фотосессии. Они привезли мне вот этот прекрасный набор хохломской, которым я теперь очень горжусь и держу его на почётном месте, на столе там. Мы прекрасно провели время. Приехала моя дочь из-под Мюнхена с маленьким внучком. И, в общем, было очень и очень приятно, очень тепло. И, скажем так, все ваши пожелания практически сбылись. И я остался здоровым, несмотря на то, что мы с сыном купили себе ящик баварского пива. И первый же день его уговорили. Можете себе представить? Она говорит, ёлка, я думал, это на два-три дня. Ну, какое два-три дня? Пошёл за душевый мужской разговор. И так это, в общем, запас быстрый иссяк. Поэтому сейчас пью чай. Ну, не поэтому. Итак, дорогие друзья, вы видите, у меня на столе какая-то декорация такая, не совсем соответствующая сегодняшнему дневой погоде. У нас, кстати, солнце плюс восемнадцать, даже плюс девятнадцать. Очень тепло. Мы, видите, там уже сходили погулять. А поговорим мы с вами вот о чём. Начальник. Я бы хотел обратиться к моим Питерсоном, потому что то, что произошло за это время, пока меня не было, меня несколько ребят ужаснуло. Это касается мужчин. Меня восхитила организованность и массивная такая красивая атака со стороны женской сборной. И как бы такое немножечко попиновая мячка, да, в сторону противника со стороны наших ребят. Так, сейчас я найду. Дело в том, что Оксана, как тренер, она меня перехитрила, конечно. Она взяла, так, мне надо найти, где я со своими этим. Она персонально списалась со всеми, своими составным составом, и те её активно поддержали, и сначала они так затаились, 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 потом как матерь, тук-тук-тук-тук, буквально за эту неделю, я не знаю, там, множество прекрасных работ. А мужчины, они как бы то ли спячку залегли, то ли что. Те, которые сразу же откликнулись, это вот Александр откликнулся, сразу же там Юрий откликнулся. Все, кто у меня в состав в основном были введены, пять человек, по-моему. Сейчас, ребята, я специально взял с собой опыт. Я хочу сейчас озвучить это дело, мое возмущение как тренера. Ну, в общем-то, это не возмущение, это действительно мой прокол. В чем? Потому что мне надо было, конечно, заручиться сначала согласием. Я думал, что, ребята, вы все здесь, ну чего там заручаться-то, да? Поэтому я как бы пустил это дело на самотек, да? Что не должно было ни в коем случае быть. Итак, сейчас я прочитаю еще раз состав наш мужской. Вот, я Валерия заменил на Дмитрия Празеля. То есть, я уже понял, что Валерий занят, давно его не было, он, скорее всего, не придет. Но, вот, допустим, у меня Юрий Матвеев сразу откликнулся, поставил работу, Игорь Толубаев поставил, Александр Техмель, да? По-моему, Сергей Школьный, я не помню, но кто не откликнулся? По-моему, Валерий Корпеев, Василий Бортник, Артур Григорян, Евгений Алексеев. Вот эти, по-моему, четверо вообще никак не отреагировали. Я сейчас не помню точно, ребят, я сейчас говорю просто на скидку, скажем так. И к чему я это говорю? Ребята, к тому, что если мне за эти сутки эти ребята не откликнутся и не скажут, что ой-ой, мы пропустили, давайте нам скорее вот этот жетон, и мы начнем ставить свои работы. То я буду вынужден, конечно, я даю всего сутки, в наше время осталось мало, я буду вынужден брать из запасных, причем запасные работы хорошие. Я вижу уже, что ребята, те, кто сейчас не в основном составе, еще не выставил свои работы, торопитесь, я посмотрю. И если я сочну вашу работу очень хорошую, так что она может играть в основном составе, этот участник, да, быть в основном составе, то, конечно же, я это сделаю. Я приглашу вас, чтобы мой состав был полностью укомплектован, скажем так. Иначе мы и так сейчас, я просто чувствую, что мы находимся уже меньше всего, мы проигрываем, ребята, где-то 3-1 мы где-то вот так проиграем. У меня, конечно, есть еще запасной козырь, никакой не скажу, тренер не может такие вещи выдавать в прямом эфире, но я вас призываю, ребята, если вы не хотите так это, чтобы девочки над вами так это хихикарят, а в текушку, а сами так и со спаками, это просто так получилось, они будут хихерить. Поэтому, ребята, давайте проявите активность. Вы помните, что 2-го числа, 2-го ноября, это последний день, когда вы можете выставлять работу свою. Правильно? Посему, соберитесь, мужчина же, да, ну, хоть если проиграть, то достойно, ребят. То есть, это то, что я хотел по этому поводу. Потом, вы видите, что у меня, перейдем к следующей теме, сразу так, ненавязчиво. Вы видите, у меня появилась на столе новогодняя атрибутика, да? И вы сразу догадались, к чему бы это. Ну, конечно. Дело в том, что, я был озабочен эти дни тем, что как мне увязать 3 составляющие. То есть, я хочу же, чтобы мы с вами продолжали какие-то делать красивые вещи, да? И я бы вам их показал, как их фотографировать и так далее. И как увязать это с моими планами? Ну, помните, что у меня, во-первых, у меня по плану, значит, одолеть следующий этап, это десерт, пирожные, там, и так далее, и тому подобное. То есть, то, что у меня сейчас нет, дальше я сказал, что будут мясо и супы. Но, Личард, что ты усиленно жуешь там? Ну, как бы, тут встает вопрос такой, что если я этим вплотную займусь, и мне надо, как минимум, еще в этом месяце, так, у меня 830, я хочу до Нового года сделать еще 170 фотографий. Это значит, мне надо минимум 85 фотографий, значит, в ноябре поставить. То есть, у меня множество задач получается, так, ну, и кроме того, завтра у меня, я работаю на заказчиков, и идет ко мне пакет с ювелиркой. И вот это все увязать, как бы, вот, я вот так подумал, и пришел к такому выводу, что, скорее всего, скорее всего, нужно найти компромисс. И компромисс, на мой взгляд, выглядит так, что мы с вами половину ноября, половину ноября, я думаю, посвятим новогодней теме. Почему? Потому что мы попробуем успеть, к новому году что-то состряпать такое, что могло бы на стопках пригодиться. Состряпать? Я говорю о том, что да, придется стряпать, мне, во всяком случае. Хотя, честно говоря, я не особо рассчитываю на то, что мои вот сегодняшние фото, эти в ноябре, да, они попадут куда-то там в нужные руки. Потому что, ребята, мне уже становится истерически смешон, когда я в очередной раз захожу, мне в очередной раз говорят, что вы продали работу. Я бегу туда с радостью посмотреть, какие-то, может быть, ссылки, которые я красиво снимал, еще чего-нибудь такое симпатичное, да. И вместо этого я вижу вот это. Да, да, это самая, та самая заполученная морковка, морковный натюрмон, который продается каждый раз. Ребята, вот эта морковка и вот эта рыба. И вот эта рыба. Ребята, это хиты у меня. Это у меня хиты, несмотря на то, что я делаю очень красивые вещи, да, казалось бы, да. И так же я тыкву делаю. И делаю ее... Продалось. Кстати, продалось... Хэллоуин продался, да. И продалось тыквы, изоляты и так далее. То есть я же тоже делаю изоляты, я делаю то, что там оставляю для этих ленивых фотографов. Но их просто нет. Их шата и фото, они не поднимают эти. То есть они тонут под шлакоблоком, под массу этих шлакоблоком, они тонут. Я не знаю, каким образом эта морковка вылезла с этой рыбой, да. Это не мои шедевры, да. Но... Так вот. Тем не менее, я решил, что мы с вами поработаем над темой новогодней открытки. Мы будем делать новогодние открытки с вами. Оставлять там место для надписи «Новый год» и так далее. И, кроме того, я тут... Мне Оксана подсказала, что сейчас модным будут собаки. Я подумал, что что собаки-то? Что собаки-то? А потом посмотрел, оказывается, под собаки. Думаю, э-э-э-э... Надо с Ричардом договариваться. Я, как бы, не очень люблю его фотографировать в студии. Он всегда напряжен. Для него это всегда стресс. Вы помните, я рассказывал, на него упался в бокс. И поэтому, как бы, не хотелось бы мне его использовать в этом деле. Но тут ситуация такова, что другого такого не будет. Год собаки наступит, я не знаю, через 12 или через 11. Поэтому я решил с ним договориться. Поэтому вместо яблока на тарелочке лежит банан. И вот сейчас мы с ним попробуем. Витя, банан хочешь? Банан. Банан. Пойдем. Я дам тебе банана. Давай. Я дам тебе банана. А завтра куплю тебе шапочку. Да? Такую красную, новогоднюю. Потом куплю тебе накидочку какую-нибудь красивую, красную. Бомбончик. и буду кормить тебе бананами во время съемки. Ты согласен, мальчик? надо же отрабатывать свой хлеб. Как ты думаешь? Бананы они не дешевые, да? Надо их тоже отрабатывать. Ну, ешь, ешь. Так что, давай договариваться. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Ну, ладно. Я вижу, что не очень охотно, но тем не менее. Договор дорожный денег. Я думаю, он пойдет на встречу хозяину и будет со мной сотрудничать. Я действительно сейчас просмотрел в интернете там кучу шапочек, там какие-то рожки там для оленей и так далее. Это я все куплю. Благо, что рука ваша дающая не истекает. По-прежнему идут ко мне ваши пожертвования или взносы, не пожертвования, взносы, да? Такие, которые я вкладываю опять же в нас самих. И поэтому очень модные в Германии так называемые плеткины. Это маленькие такие печеньки. Хозяйки сами пекут эти печеньки и их с удовольствием дети, ну и взрослые, конечно, всегда сочет чашка с этими плеткинами с этими печеньками или все, кто приходит, гости обязательно пробуют и хозяйка очень гордятся собственным рецептом и так далее. Так вот, я сегодня заказал вырезку в форме собаки. И вообще у меня куча идей появилась, глядя на Ричарда. Я думаю, что вот эти две недели я буду заниматься именно только новогодними теной, новогодними открытками и фотографированием своей собаки в разных ипостатях, с разными идеями я буду это осуществлять. Работать я буду в основном с дневным светом, то есть дневной я имею в виду мои икеевские лампы, потому что потребуется очень много разных эффектов таких, для чего они как раз и предназначены. Я думаю, что это будет интересно, во всяком случае, не произойдет то, что произошло в прошлый раз с этой темой, просто пасхальной схемой, там что-то народ устал, перестал смотреть, но, ребят, я вам говорю, что это компромисс, компромисс это всегда что-то чего-то потеря, чего-то выигрыша, да, и я все равно буду его делать, как бы там, потому что он соединяет именно все, что, как бы, мне в этот момент нужно и для вас может быть интересно. Ну, вот, ребята, пожалуй, на этом все, что я хотел вам сегодня сказать. Завтра я опять заполняю это помещение своими софтбоксами, своими вспышками и так далее, и начинаю работать. И первые у нас будут, конечно же, вот такие новогодние начерноморты. Сначала простенькие, потом посложнее и так далее. Что касается нашего яблочного конкурса, то вы помните, что второй последний раз, потом три дня на голосование, мы сделаем отдельную тему для голосования, вы проголосуете и после этого я стартую дальше фотошоп для продолжателей. Кстати, вроде бы как мы говорили, что я хотел бы, я хотел бы для начинающих фотошопов. Неа, ребята, шесть, шесть заявок. Шесть заявок на бесплатный курс фотошопа для начинающих. Но это не курс, потому что курс у нас уже есть, и я не хочу сейчас об этом говорить. У нас достаточно того, что нам надо закончить курс для продолжателей. Ну и естественно, мы с вами пусть снова как мы тренируемся в новогодних сюжетах, сделаем тоже что-нибудь интересное на Новый год. Хорошо? Ну, а до этого я с вами прощаюсь. Еще раз большое огромное спасибо за все ваши поздравления всем, кто это сделал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok